Как воспитать духовного человека? Апостол Павла разделяет людей на плотских, душевных и духовных. При этом плотское в человеке стремится в одну сторону, духовное в другую, Господу, который есть Дух. Поэтому для того, чтобы воспитать себе духовного человека, прежде всего надо обуздать и привести в порядок своего человека плотского. У одного из авторов XX века, у Сергея Фуделя, есть удивительный образ. Он говорит о том, что если у вас есть собака, которая сидит под столом и ест из миски, то, что вы туда кладете, лижет вам с благодарностью руку, то это нормально. А если она запрыгнула на стол, кусает вас за руку и ест из вашей тарелки, то это так не должно быть. Вот плотской человек должен слушаться, слушаться духа и разума человека. А дальше начинается воспитание духовного человека. Воспитание духовного человека — это жизнь в предстоянии Богу, который есть Дух. Потому что духовная жизнь в человеке — это жизнь Духа Святаго в человеке. Поэтому это молитва, это чтение Священного Писания, это доброделание и участие в таинствах. И если этого достаточно много в жизни человека, если этому посвящается достаточно много усилий, то постепенно центр тяжести жизни человека перемещается в жизнь Духа. И он становится духовным человеком, который, как говорит апостол Павел, понимает все, и которому все открыто. Вот такое воспитание, оно длительное, этому посвящена вся наша христианская жизнь, может быть, много десятилетий, и она может только начаться. Но унывать не надо, надо воспитывать в себе духовного человека. Продолжение следует... Продолжение следует...